ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Митинг на проспекте Сахарова стал самым многочисленным среди декабрьских акций протеста, его поддержали по всей стране. В столице организации занималась так называемая несистемная оппозиция, представители движения «Солидарность». Со сцены выступали Гарри Каспаров, Борис Немцов и, конечно же, Алексей Навальный. Я вижу здесь достаточное количество людей, чтобы взять Кремль и Белый дом прямо сейчас. Но мы – мирная сила. Мы не сделаем этого пока. Солидарность, рода огромная. Солидарность, смертный бой. Такой стремительный рост протестных настроений, по словам экспертов, удивил даже бывалых. Отправной точкой специалисты считают события, происходившие с 5 по 7 декабря. Вот Алексей Навальный выступает на несанкционированном митинге и после ведет толпу по Москве. ПУТИНСКОЙ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ А вот он уже жертва путинского режима. Его задерживает милиция и суд отправляет блогера за решетку. По всей стране Навального поддерживают десятки тысяч человек. Несправедливость взволновала и бизнесменов, и интеллигенцию. То, о чем раньше только задумывались в темных кабинетах, теперь говорят свободно. Вдруг мы все почувствовали, что мы живем в стране, в которой не работают никакие нормальные демократические институты. Должна существовать, я не знаю, должна быть городская дума, которая защищает наши права. Должен быть парламент, который, так сказать, выражает наши интересы. Должен быть суд, куда придешь и можно найти справедливость и правду. Как-то вдруг получилось, что ни в одну из этих инстанций мы все обратиться не можем. Значит, единственное, что мы можем, это все вместе выйти на площадь и громко сказать, что нам все это не нравится. В соцсетях буквально кипит революция. Вирус под названием «Кто, если не мы» поражает тысячи людей и заставляет их покинуть теплые квартиры. Такого в новейшей истории России еще не было. Видео мы научились уже не только ставить лайк, но и уже оторвать задницу от стула. Я понимаю, что это, как бы, наверное, странно. В 2011 году, мне кажется, что в 2007 году аудитория интернета была таковой, которая позволяла бы иметь своего представителя в Госдуме и влиять на реальный политический процесс. Но, видимо, потребовалось 4 года, чтобы люди там осознали, что нельзя только писать и нельзя только обсуждать там в блогах и в соцсетях различные процессы, надо что-то уже и делать. Требования несистемной оппозиции стары как мир. Митингующие просят освободить политзаключенных, упрощение регистрации партии и кандидатов, отставки главы ЦИКа и, конечно же, перевыборов. И это несмотря на то, что закон суров. Признать голосование нелегитимным можно только в случае грубейших нарушений на четверти избирательных участков страны. Возьмем 95 тысяч участков Российской Федерации. Допустим, 100, да, чтобы было удобно считать. Значит, на 25 тысячах участках должны быть признаны недействительными. У нас такого нет. Это говорит о том, что нужно выборы признать вообще по стране недействительными и проводить новые выборы? Я считаю, что нет. Впрочем, власти идут на некоторые уступки. Изменениям в политической системе страны Дмитрий Медведев уделяет львиную долю своего послания к Федеральному собранию. Предлагают изменить порядок формирования центральных и региональных избирательных комиссий. Представительство политических партий в избиркомах должно быть расширено. Партии должны получить право отзывать своих представителей в комиссиях досрочно в случае необходимости. Эксперты тут же заговорили о начале хоть какого-то диалога между властью и народом за последние 20 лет. Вы смотрите, Медведев вчера сказал об упрощении регистрации партии, сегодня внесли законопроект в Госдуму. Сегодня, понимаете, суток не прошло. Ну как, если бы не было ситуации, что общество раздражено и ждет перемен прямо сейчас, я не думаю, что это происходило бы так быстро и так было бы внятно и членораздельно произнесено. Однако оппозицию такой диалог не устраивает. Упростить регистрацию планируется лишь с 2013 года, а надо уже сейчас. Организаторы митингов понимают, инициатива уходит из их рук. С экранов телевизоров звучат уже далеко не призывы честности выборов. Итак, Алексей Анатольевич, готовы ли вы быть президентом России? Когда появится возможность участвовать в выборах, я готов бороться за лидерские позиции, в том числе на президентских выборах. Все лидеры, чего бы то ни было, какого бы то ни было, протестного движения и так далее, они хотят власти. Понимаете, ну человек не становится лидером и не посвящает этому свою жизнь, если у него нет конечной цели. Прийти к власти и сделать так, чтобы, как ему кажется, было по-другому. Кто-то из них способен повести за собой народ, кто-то из них не способен повести за собой народ. Шла Саша по шоссе, да по таким местам, где порла косеть. Взглянув по сторонам, заброшены дома, разбиты трактора, как будто здесь война была еще вчера. И сположится царь, и поперхнется власть, и людям просто в дар земли и денег даст. Зайдет любый заря, и все смеются все. Нельзя же, чтобы зря. Шла Саша по шоссе. Кто из кто в оппозиции, становится понятно сразу же после новогодних праздников. Акунин, Шевчук и Парфенов готовы и дальше бороться за честные выборы и объявляют о создании Лиги избирателей. Но поддерживать ни власть, ни оппозицию они не намерены. И в следующей серии проекта мы расскажем, чем же могут закончиться протесты и чего же ждать президентским выбором. А если у вас есть свои новости, звоните лично мне. Мой номер 292-91-35. Артем Курчава, Олег Голубин. Афонтова. Новости.